всем привет еще одна пластинка у меня на диване только что снял ее с проигрывателя она у меня довольно давно до того как появился пластинка у меня был компакт диск вот этот замечательный группа верф или как они сначала назывались до верф ну артикль отпал как и у множества британских и не британских групп чего стоит только за kings которые стали потом kings и многие 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 другие это абсолютно неважно так вот эту пластинку на самом деле приятнее даже слушать наверное с компакт-диска не пластинку эту музыку приятнее слушать компакт-диска по одной простой причине что пластинка довольно короткая хотя в принципе обычный формат уровень 40 минут но здесь такая музыкальная составляющая что останавливать ее не хочется хочется поставить компакт-диск на повтор я очень люблю слова репит на повтор воспроизведения поставить и с этой музыкой жить час два три пять день запросто легко потому что несмотря на то что альбом не концептуальный не связан какой-то единой идеи единой истории он представляет собой такой вот плавно начинающиеся и плавно заканчивающиеся обещающее продолжение повествование даже не столько музыкальное сколько духовное хотя духовном здесь ни слова нет музыка сама по себе духовно музыка выше небес фрэнк запа еще сказал об этом другими словами но когда мы дойдем до пластинки джоз гараж я процитирую то что сказал и спел там фрэнк запа о музыке верф группа заключила первый контракт собственно после своего образования довольно быстро в конце 80-х парни которые познакомились в колледже традиционная история начали вместе играть на вечеринках на разных туда-сюда потом бац и контракт с компанией virgin серьезная компания контракт достойный но за два года работы с virgin команда выпустила довольно много музыки на носителях выпустила целых три сингла синглы были хорошие и компания не разрывала контракт с верфа наоборот намекнула что пора бы и полноформатный альбом уже записывать и альбом был записан в конце девяносто второго года вышел в девяносто третьем в конце девяносто второго начали писали довольно долго писали по-моему неделю 7 его если мне память не изменяет я читал в каких-то справочниках про это все но когда подошли к записи собственно говоря материала было не очень много и группа пошла по абсолютно правильному пути они джимовали в студии из этих студийных джимов родился в общем то вот этот фантастический совершенно альбом на мой взгляд это подлинный шедевр который нужно ставить на полку среди самых самых главных пластинок там отобрать ну 150 скажем главных пластинок и туда воткнуть вот эту штуку вверх storm in heaven 1993 год считается что это брит-поп вообще брит-поп такая странная штука такое странное определение которое многих до сих пор отпугивает почему-то хотя всем известно уже давно что брит-поп это прекрасная музыка и это истинный британский рок самый настоящий и в лучших своих проявлениях это нечто среднее между музыкой the beatles и музыкой пинг-флойд самого лучшего периода творчества пинг-флойд то есть периода сида барретта которого можно с натяжкой правда назвать отцом брит-попа в общем то то есть брит-поп это такая новая психоделическая музыка и новую психоделическую музыку играли все брит-поп команды и oasis там и blur и я уже не говорю о самых крутых представителях брит-попа таких как бу-редлес например винила я не видел ни разу бу-редлес у меня были компакт-диски собственно говоря и есть я не все компакт-диски выбросил и раздавил кое-что осталось из того что мне не найти пока на виниле так вот бу-редлес из американских представителей этого направления может быть the flaming lips хотя the flaming lips начали играть лет на десять раньше чем верф чем blur чем oasis играют до сих пор играют абсолютно современную музыку которую и американский то даже не назовешь она как раз вот в этот психоделический брит-поп очень хорошо укладывается но мы дойдем и до flaming lips и до всего остального так вот the верф или верф первый альбом замечательная обложка рождение человека символизирует вот эта пещера непонятно где тут горит видимо что-то горит вот это рождение молодость горящий автомобиль на который парни не обращают никакого внимания играют в шахматы читают газеты и живут своей насыщенной наполненной интересной жизнью эта жизнь приводит в конце концов к зрелости вот такой замечательной такой зрелости телевизор который показывает то что снимает камера а снимает она меня себя и я сижу и смотрю на себя так и коротаю деньки свои ну и привет всем горячий верф что здесь написано you may telephone from here можете отсюда звонить ответим вам на все вопросы потому что знаем уже все и прошли абсолютно все но это все внешние истории а музыка-то потрясающая музыка действительно такая что сравнить можно с теми группами которые я упомянул в самом начале не буду повторяться storm in a storm in heaven ричард эшкрафт ник маккейп гитара питер петер солсбери ударный и саймон джонс бас гитара ну трудно сказать на ком держится вся музыка на этом альбоме естественно на блестящем вокале эшкрафта помните удивительную песню которая проела всем мозги на всех континентах земного шара вот это bittersweet symphony я ее слышать не могу честно говоря это полотно это с третьего альбома верф песня urban hymns hymns настолько она похожа на rolling stones на самом деле настолько она цепляется цепляется за все и настолько она приелась уже что невозможно ее слушать я не могу слушать bittersweet symphony слава богу здесь нет ничего похожего на bittersweet symphony кстати говоря о ничего похожего когда virgin выдала деньги на запись полноформатного альбома верф была одной группой а когда вышла вот эта пластинка группа стала совершенно другой потому что играли музыканты до записи этого альбома как раз те самые почти а-ля bittersweet symphony такие rolling stones баллады слезоточивые приближенные к ритм энд блюзу приближенные к биг биту более конечно электрические более психоделические но все равно такие конкретные такие вот песни а здесь психоделея в полный рост потому что все родилось из студийных джемов и все стало космическим стало совершенно не похожим на обычные британские такие шалалалала ничего близко даже здесь такого нет это круче чем pink floyd это круче чем хоквинд это круче чем может быть даже tangerine dream потому что хотя это совершенно другое вообще здесь нет никаких синтезаторов здесь чисто гитарный рог все размыто реверберации причем парни делали абсолютно правильную вещь они использовали механические ревербераторы использовали естественную реверберацию правда в бассейне не писали здесь ничего писали в бассейне они писали свои синглы которые выходили до этого альбома ну пустой бассейн гигантский естественное эхо вот эти все прелести естественные естественного звучания настоящего не из поганиного цифрами никакими слава богу и писали на пленку насколько я знаю аналоговая запись все по-честному все вот настоящее психоделическое звучание и она здесь везде star sail первая песня начинается с удивительного выплывающего на наплывающего наползающего несущегося на нас гитарного аккорда кстати об гитарных аккордах ник маккейп гитарист на котором все таки основная часть музыки здесь держится он гитаре не относился как гитаре он считал эту шестиструнную историю специальным инструментом с помощью которого он создает такие звуковые полотна максимально странные и вот здесь они максимально странные но удивительно при этом музыкальные не надо ничего пугаться это прекрасная музыка это не какая-то дурацкая психоделия набор каких-то звуков там ничего такого нет прекрасные мелодичные песни но вот с этими удивительными гитарными многослойными такими фактурными конструкциями которых я нигде признаться больше не слышал кроме как на этой пластинке даже увер в дальше уже немножко все не так вот именно здесь это все прямо шарахает в мозг совершенно невероятно вот начинается с этого самого аккорда потом лирическая часть потом громогласные барабаны гитара все это красиво звонко ярко жестко и вокал эшкрафта который своим путем идет извилистым через всю эту историю слайдовые песня это просто такой прокат с ледяной горки причем ледяная горка раскаленная вот представьте себе гора изо льда который раскален до температуры там 500 градусов цельсия плюс такой горячий лед и несешься по этому льду под рев аккордов маккейба already there немножко отдыха чистая психоделия вспоминается пинг флойд только здесь лучше потому что я имею ввиду пинг флойд барреттовский барретт он мельчил все-таки он много очень всего наигрывал и группа очень мельчила очень много всего барабаны клавиши там а здесь довольно скромно но 10 раз мощнее хотя вроде как звуков меньше но помощнее ну и beautiful mind потрясающая песня которая продолжает already there тоже медленная тоже еще более космическая еще более глубокая еще более далекая и прилетает к the sun the sea адский просто рок адский просто рок в конце появляется ну рок в плане космическом то есть это ревущий космос это ревущий жуткий космос где летят кометы летят метеориты где летит все и прекрасно поет эшкрофт как ангел который парит где-то там в космосе и в конце появляется саксофон который играет уже какой-то полный фриджаз при этом что удивительно все это очень мелодично и красиво virtual world world простите зуб у меня virtual world открывает вторую сторону альбома это чистая психоделее с акустической гитарой с флейтой но все это размытой реверберации и все-таки появляется электрическая гитара барабаны бас но вот эти психоделические трипы которые virtual world здесь сделаны они слизаны барабанщиком с пластинки доктора джона грис грис он сам про это говорил почему барабанщиком потому что барабанщик занимался всякими перкуссионными здесь штучками и много чего наделал в плане звука make it till monday продолжение первой стороны психоделических полетов blue 3 песни единственная песня которую можно назвать роком таким более-менее традиционным но все равно не похожим ни на ком не на кого и на не на что и butterfly это как вторая часть the sun the sea это адский рок начинается вроде бы с акустической гитары вот с такого чёса этот чёс вылетает в реущую гитары электрические макейба в грохочущие барабаны опять духовые появляются опять появляется в хорошем смысле шизофрения от которой не оторваться не уйти в нее погружаешься и она не давит не мешает не душит все так здорово все так красиво что ставьте на репит первый альбом верф тем более что компьютеры это позволяют и как я уже говорил самом начале с этой музыкой можно жить час два три четыре пять и весь день и день этот не будет пустым день будет насыщенным интересным и ярким потому что ярче музыки чем здесь найти сложно пришло мне время идти пить поэтому я прощаюсь с вами до следующего раза ну и пошел пить пока